В Польше в этом смысле очень хорошие законы, которые позволяют, например, теоретически привлекать к ответственности российских пропагандистов. Или, например, Словакия, у которой тоже есть замечательное преступление о пропаганде войны в Уголовном кодексе. Под которое подпадает и Дмитрий Киселев, и Владимир Сололев, и Маргарита Симоньян. Вы просто сделали мой день, Анна. И которое значительно проще доказать, чем преступление о призывах к геноциду. Если мы действительно хотим добиться какой-то справедливости в отношении преступлений, совершенных в Украине, нельзя игнорировать все, что происходило в эфире, а не только на полях сражений.